Привет, друзья! На связи Севастьянов Антон и сегодня я хочу поделиться с вами очень интересной программкой, которая умеет в автоматическом режиме резать длинные mp3 файлы на более мелкие части. Ну и как всегда, вначале давайте выясним, зачем это вообще нужно. Лично я столкнулся с подобной задачей, когда хотел прослушать интересную аудиокнигу в машине. И вроде бы кажется, в чем проблема, загружай на флешку и слушай. Но дело в том, что файл этой аудиокниги оказался очень большим и содержал аж 7 часов аудио в одном файле. И главным образом неудобство заключается в том, что если ты начинаешь слушать этот файл, то обратного пути у тебя уже не будет, ты должен его полностью прослушать. Так как, ну допустим, в ситуации, если вы там 2 часа послушали данную аудиокнигу и вам надоело, вы захотели послушать музыку, то когда вы решите опять вернуться к прослушиванию аудиокниги, вам придется ловить тот момент, на котором вы остановились. Если, допустим, в телефоне или на компьютере вы можете это сделать легко бегунком, переключившись на нужный момент, то в магнитоле или mp3 плеере это все нужно делать кнопкой перемотки. А данная перемотка не особо ускоряет процесс, так как идет очень медленно. Ну, здесь я имею в виду старые магнитолы, там в современных сенсорных также есть данный бегунок. Поэтому проще нарезать данный файл на какие-то адекватные фрагменты и при необходимости просто переключаться между этими файлами. Сделать это, конечно, можно в любом звуковом редакторе, но это довольно долгий процесс. И чтобы все это дело у нас автоматизировать, на помощь приходит программа mp3.direct.cute, о которой мы и поговорим в данном видео. Ну, собственно, вот сайт производителя, разработчика данной программы. Ссылочку на него я прикреплю в описании к видео, а также к статье на сайте. Вот так вот, собственно, она называется и так она выглядит. Что ж, давайте первым делом мы ее скачаем. У нас здесь есть кнопочка Download. И нам предлагается на выбор различные сервера, с которых эту программу можно скачать. Как вы видите, вот у нас есть надпись, что данная программа является бесплатной. Выбираем какой-нибудь из серверов. И вот нажимаем Download mp3.direct.cute Windows. Я данную программку уже скачал, поэтому я делать этого не буду. А сразу же ее запущу. Вот она у меня. Перейдем к процессу установки. Ну, здесь у нас все стандартно, ничего сложного. Выбираем каталог. Создаватель директорию. В пуске. Ага, поехали ошибки. Скорее всего из-за того, что я запустил без прав администратора. Давайте запустим от имени администратора. Next, next. Все отлично. Так, что она нам тут информирует о том, что программа бесплатная. Тра-ля-ля. Давайте жмем ОК. Выбираем язык. Кстати, здесь есть поддержка русского языка. Выбираем русский язык. Использовать после перезагрузки. Ну, вот все отлично. Смотрите, какой я файл подобрал под данный эксперимент. Вот я скачал аудиокнигу, которая состоит из двух файлов. 7 навыков высокоэффективных людей. Первая и вторая часть. Смотрите. Продолжительность. Первой части 7 часов и 2 минуты. Второй части 6 часов и 50 минут. Конечно, мне неудобно слушать такие большие файлы. Поэтому, что мы делаем? Заходим в нашу эту программку. Файл открыть. Ну, и вот берем первый файл. Далее нам необходимо указать, на какие куски мы будем резать данный файл. Переходим во вкладку специальная. И вкладочка авторостановка QM меток. О чем это у нас говорится? О том, что через какие промежутки времени будут ставиться метки, по которым далее будет этот файл нарезаться. Допустим, мне нужно по 5 минут. Указываем промежуток. То есть, этот файл будет разрезан на mp3 файлы каждой продолжительности в 5 минут. А здесь оставляем все по умолчанию. Жмем ОК. Вот, как вы видите, сколько у нас частей. И также в описании, видите, появилась часть первая из 85. Давайте теперь все это дело сохраним в формате файлов. Переходим в файл. И сохранить с разбиением. Дальше нам необходимо указать, где все это дело будет храниться. Но я укажу ту же самую папку, откуда я взял исходный файл. И здесь у нас есть такая маска, по которой будут называться файлы. По умолчанию здесь что у нас предлагается? Так. Вот это маска F. Имя первого исходного файла. Ну, да, пойдет. Далее трек. И номер трека метки вырезки. То есть, в принципе, это будет порядковый номер фрагмента. Я думаю, трек можно отсюда убрать. В итоге у нас получится просто название исходного файла. Плюс, допустим, циферка 1, потом 2, потом 3. В зависимости от того, какая часть у нас сохранена. Поэтому достаточно, в принципе, оставить генерацию такого имени. Оставляем здесь начинать с цифры 1. Ну и все, жмем ОК. Вот пошел процесс сохранения файлов. Пока что их там 25-30. Посмотрим, что у нас здесь. Ну, вон, все отлично. Файлы создаются, создаются. Все. Давайте проверим. Ну вот, мы видим, что данный фрагмент у нас как раз содержит 5 минут аудиозаписи. Аналогичным образом можем порезать второй файл. Так, я не буду сохранять проект. Также специальная расстановка меток 5. И сохранить с разбиением. Сохраним туда же. Смотрим результат. Вот. Еще 82 файла были созданы. Ну что ж. Теперь мы можем просто эти файлы загрузить на наше устройство. MP3 плеер. Либо автомагнитолу. И наслаждаться аудиокнигой. Без необходимости перематывать большими кусками. Ну что ж. Спасибо за внимание. Увидимся в следующих видео. И давайте развиваться вместе. Продолжение следует.